Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим нимфу, имитацию веснянки, которая не 5-минутка, но за 15-20 минут ее можно изготовить. Из всех материалов, которые у нас имеются в наличии дома, это, как я уже неоднократно показывал и рассказывал, подшерсток нашей кошки, собаки, любые любимые наши домашние животные послужат материалом. Значит, я буду изготавливать из вот такого серого, который в наборах, даббинга. Значит, может быть несколько темнее, светлей, это уже не имеет значения. Но у нас должна быть низ брюшка нашей нимфы светлым, как вы выберете для себя, верх черным. Чтобы у нас был верх черным, мы с вами подготовим дополнительный материал. Но вначале давайте я расскажу вам по поводу того, как стандартная заготовка, огруженная свинцом, в районе грудки слегка приплюснут свинец, ну, понятное дело, глазки, и из биотов я изготовил усы, и зачатки, хвостик, хвостовые придатки. Теперь я беру, как я уже неоднократно вам показывал, вот полиэтилен, который из упаковок. Как у меня спрашивал Алексей, мой друг, это немножечко более плотный полиэтилен, и несколько он мягче. Поэтому можно использовать любой полиэтилен, можно использовать и из наборов. Вот у фирмы Хэнс продаются специально для тела всевозможных цветов, вот такие наборы. Но я, как вы просили, взял кусочек полиэтилена, вырезал его вот так вот слегка на косую. Ширину полоски приблизительно я подобрал по ширине моего тела. И одну часть я уже покрасил коричневым маркером. Подводим к месту крепления, как обычно, под углом, чтобы не утащил наш материал, не утащила нитка. Подхватили, проверили, чтобы было сверху. И теперь слегка в натяжечку, следим за тем, чтобы не повредить место крепления нашего хвостика, закрепим нашу пленочку. Перепроверимся, чтобы она у нас лежала правильно. Очень хорошо. Оставляем. Обязательно капнем немножечко клея, потому что полиэтилен сам по себе ненадежен на место крепления. Нить можно подобрать любую, но желательно такую, чтобы не сильно выделялась на том оттенке даббинга, который вы будете использовать. Переходим к следующему элементу. Как всегда, для украшения можно добавлять, а можно и не добавлять. Я добавляю небольшое количество вот такого плоского люрекса. его можно заменить в юнимуляр. Продаются такие всевозможные наборчики этого разное. Можно заменить вот таким приблизительно. Подобрать для себя полосочку шириной, или же просто ничем не украшать, а ставить обыкновенно так, как есть. Теперь, нам необходимо сегментировать тело. Для сегментации продаются вот в рукодельных наборах вот такие всевозможные наборы проволоки. Достаточно хорошего качества. Подобрать необходимо по толщине, то, которое нам необходимо. И не было у нас достаточно толстая, но и в то же время не было достаточно тонким проволока. И самое важное, уводим буквально с середины тела нашу проволоку. Не доходим, как вы видите, буквально пару миллиметров до того места, где мы будем сегментировать. Это для того, чтобы наше тело вышло значительно ровненьким. И теперь я беру вакса, клей, все, что будет нам удобно и как будет удобно. Берем небольшими порциями наш даббинг и аккуратненько, небольшими вот такими щепоточками наносим на нашу нить. Так, чтобы не было у нас совсем-совсем немножечко, а так, чтобы скрыть саму нить. Так, как тело должно быть достаточно крепким, но не рыхлым. Я больше, допустим, 10-12 сантиметров не делаю, потому что неудобно работать. Буквально в направлении против часовой стрелки я его прокручиваю. И у нас уже получилась вот такая даббинговая веревочка, которая достаточно хорошо уже держит даббинг. В процессе работы мы с вами будем его подкручивать. И учитывая то, что мы с вами намотали против часовой стрелки, в процессе намотки он будет еще подкручиваться сам. Обошли аккуратненько, подкрутим. Аккуратненько нашу проволоку. И начинаем теперь уже симпатично формировать коническое тело нашей нимфы. Принцип понятен. Доходим до грудки и останавливаемся. У нас вышло с вами вот такой формы тела. Теперь мы берем наш люрекс и промотаем по телу, обозначив для начала те места, где мы с вами потом пройдем проволокой. Просеиментируем. Шаг выбирается произвольный. Поэтому сколько? 3, 5, 6. Все зависит от величины вашего тела. Сделали один полный оборот. И теперь уже хорошо подхватим наш люрекс. Остатки сразу удаляем. Обязательно, так как все элементы достаточно скользкие, нанесем капельку клея. Теперь мы уже с вами подготовили нашу пленку. Проверим, как она у нас будет ложиться сверху, чтобы никуда не уходила ни влево, ни вправо. Вот, как вы видите, достаточно симпатично. Если хотите, можете еще дополнительно подкрасить даббинг по спинке. Но это уже не имеет нам большого значения. Подхватили. Слегка переломили. Нить уводим перед нашей пленочкой. Оставили. Ну, а теперь остается только лишь нам выбрать. Как вы видите, если бы я оставил у хвостика, то мне было бы неудобно наматывать. Я бы подхватывал и уводил бы наши зачатки хвостика и все остальное. Поэтому мне вот удобно теперь с такого положения выполнять сегментирование. Люрексом мы уже обозначили место. По которому должны пройти. И аккуратненько проходим теперь по этому месту. Дошли до места, где мы крепили полиэтилен наш. Переводим теперь вперед. Лишним это не будет. Промотаем пару-тройку раз нашей проволокой. Закрепим и, как обычно, ее отломаем. У нас с вами вышло вот такое симпатичное тело. Такая вот хорошая заготовка. Теперь продолжаем дальше. Теперь я перехожу к более темному даббингу, тоже из набора хэнс. Можно дальше продолжить и таким же оттенком, потом слегка подкрасить. Но желательно, конечно, подобрать несколько темнее, так как грудка всегда у нас темнее. Теперь что нам необходимо для того, чтобы изготовить зачатки крылышек наших, закрепить, нам необходимо с вами, вы неоднократно спрашивали, я для вас сейчас это покажу уже наглядно. Делаем очень-очень тоненькую даббинговую нить с небольшим количеством даббинга, так чтобы не было у нас нагромождений. Вот приблизительно вот такую веревочку. И теперь нам необходимо с вами место, где мы стык был, пленки, проволоку подводили, нам необходимо здесь промотать вот пару-тройку раз, для того, чтобы создать возвышенность, трамплин, как я говорю. Для того, чтобы наше крыло было поднято вот так вот вверх. Так, мы подкрасили маркером снизу, сверху его, потом еще доведем до ума. И теперь я беру, складываю полиэтилен вот так пополам и выбираю для себя величину крыла. Если лучше отрезать больше, чем меньше, и отрезаем. У нас сразу, как вы видите, образовался тот вырез, характерный, который должен быть у нашей нимфы. И мы не забиваем голову тем, что нам неудобно вырезать эти все вырезы. Теперь я беру вот ту пленочку, которую я отрезал. У меня острый край остался. И я теперь должен закрепить на то место, где мы с вами обозначили вот зачатки крылышек. Так, обязательно, так как это полиэтилен достаточно скользкий, нанесем клей на место крепления. Скажу сразу, я не стесняюсь добавлять клей для изготовления наших вот таких вот всевозможных нимф, которые идут на серьезные рыбалки. Так как сейчас большие перепады температур, глубины, рыбы. Условия использования довольно-таки экстремальные, поэтому желательно, чтобы как можно крепче она была. Обязательно возьмем коричневый маркер и прокрасим нижнюю часть хорошо, потому что мы к ней уже с вами, друзья, добраться не сможем. Теперь нам я подобрал вот такое перышко из петушиного скальпа. Можно подобрать куриное, можно подобрать любое перо, так чтобы, допустим, величина наших бородок более-менее подходила по длине тех лапок, которые мы будем с вами имитировать. Лишнее я удалил сразу, вот ту опушку, которая нам будет немножечко мешать. Закрепим здесь перо. В одном из фильмов Роман Мозер демонстрировал такую нимфу, которая изготавливается очень-очень быстро, удобно. Ну и практически, я должен сказать, она ничем не отличается по уловистости от тех нимф, которые я изготавливаю с хорошей такой имитацией лапок. Так, теперь берем опять. Необходимо хорошо промазать нашу нить. Тело должно быть плотное, с достаточным количеством даббинга. Здесь можно немножечко больше добавить, чем мы для подмотки, так как мы с вами будем формировать грудку. Грудка, как вы понимаете, всегда должна быть несколько больше нашего тела. Следим за тем, чтобы была равномерность. Подкручиваем обязательно. Если, как в моем варианте, недостаточно, можно немножечко добавить еще даббинга. Самое главное, чтобы не было скученности. Вот я его вот так разравниваю, а потом наношу на нить. Потом подкручиваю против часовой стрелки. Можно даббинговой петлей. Как вам будет удобно, это уже не столь принципиально. Оставляем нить в районе глазок. Берем наше перо. И теперь смотрите. Я обычно беру и увожу бородки в одну какую-то сторону. Но, если вы будете выполнять обмотку, перо у нас само будет стремиться лечь по плоскости. То есть, все две бородки у нас сразу будут складываться в момент обмотки. Выбрать необходимо шаг так, чтобы один сделали полный, промежуточный. И доходим теперь уже до района наших глазок. Здесь уже желательно перо повернуть так, чтобы не было у нас большого скопления пера. Буквально можно выполнить два, можно выполнить и три оборота. Теперь подхватываем наше перо. Буквально пару-тройку оборотов. Теперь аккуратно, чтобы не повредить наши усики, вот эти все бородочки мы вводим назад. Вот так пучочком убрали. И теперь уже здесь аккуратно можно два, три, четыре, пять, сколько вы считаете необходимо промотать так, чтобы мы перо оттеснили от наших глазок. Вот так. Уберем сейчас лишнее. И что нам нужно будет? Значит, по величине своего пера вы уже выберете, какое количество обородок вы хотите оставить. Обычно я беру вот так вот подравниваю. И вот все верхние, но естественно надо это все аккуратненько подровнять. И все нижние бородки я аккуратненько подрезаю. Буквально оставляю чуть ли не миллиметр возле грудки. Давайте это сделаем и продолжим дальше. Вот я подрезал. Оставил вот такое буквально количество. Подберете для себя сами. Снизу, как вы видите, аккуратненько. Сверху тоже. Теперь остается нам переломить нашу пленочку. Аккуратно подровнять наши лапки, которые у нас вышли из пера. И, как неоднократно я уже вам рассказывал, сперва берем одним легким, так, чтобы наша нить никуда не убежала и не подломила полиэтилен. Сперва накинули вот так легонечко, потянули ее. Второй уже несколько плотнее. Ну и, понятное дело, дальше мы сформируем головку и подведем уже окончательно нашу нимфу к завершению. Вот и все, друзья. Как вы видите, у нас вышла достаточно симпатичная нимфочка, которая работает не только зимой, она работает круглый год. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Как вам будет удобно, можно менять материалы. Вместо биотов можно поставить перо охотничьего фазана, я уже неоднократно показывал. Лапки точно так же, если по какой-либо причине они для вас достаточно длинные, можно аккуратненько их потом подрезать. Можно, имея вот такое уже перо, изготовить лапки, как я изготавливаю их лапками. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!